Представлю следующего спикера, это управляющий семейным центром Мега, Айшея Гекьян, и она расскажет о том, как нужно менять бизнес, чтобы соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Благодарю, дорогие друзья, рада вас приветствовать сегодня на конференции Bittrex идея 24. Всегда почетно и волнительно выступать перед коллегами, перед людьми из бизнеса, неравнодушными людьми. Вы знаете, для меня неравнодушие – это самое главное качество в человеке. Почему? Потому что именно неравнодушные люди, на мой взгляд, и двигают мир, как бы пафосно это ни звучало. Это те люди, которые влияют на судьбы многих и многих людей. Осознают они это или нет? И, безусловно, было для меня большим сюрпризом, я не знала, что Глеб Архангельский выступает, а для меня это один из моих учителей, непременно хочу с ним поговорить. Что я хочу вам сегодня рассказать? Мои организаторы этого мероприятия были очень, скажем так, благодушны ко мне и попросили меня саму выбрать ту тему, на которую я хочу с вами сегодня поговорить. И я выбрала тему, уж простите мне, совершенно не скромно, те проекты, которые мы осуществили в Меге за последние три года и те проекты, которые мы в ближайшее время хотим осуществить. Почему проекты? Я могу говорить на разные темы, но почему именно проекты? По моему мнению, я проработала немало и в компании K11 лет, и по моим наблюдениям. Я знаю, что те люди, которые проходят проекты, которые стартуют проекты от начала до конца, уже никогда не остаются прежними. Ни в профессиональном, ни в личностном плане. Потому что любой проект требует чего? Огромных ресурсов. Временных, людских, денежных. Это тоже нельзя со счетов сбрасывать. Ты имеешь дело с большим количеством неизвестных. Тебе приходится быть по-настоящему многофункциональным. И поэтому любой проект, это, на мой взгляд, кратчайший путь к развитию. Сразу хочу вам сказать, что те проекты, о которых я вам сегодня поведаю, часть из них уже реализована, часть из них в процессе реализации. Компания IKEA, которая принадлежит торговый центр Мега, в том числе Екатеринбург, очень скромная компания, и она предпочитает не распространяться от тех проектов, которые идут, пока они полностью не реализованы. Но я думаю, что это довольно грамотный подход, потому что мало ли что. Но я сегодня сделаю небольшое исключение и немножко расскажу даже о том, что у нас в ближайшее время случится. Но обо всем по порядку. Итак, что такое Меги? И чем Меги отличаются от других торговых центров в принципе в России? Во-первых, за Мегами стоит огромный, хорошо узнаваемый, известный во всем мире бренд IKEA. Возможно, вы удивитесь этому, потому что обычно IKEA ассоциируют с чем? С чем? Точно. С синими коробочками, которые продают мебель и сопутствующие товары. По всему миру действительно магазины представлены в более чем 35 странах. Они себя зарекомендовали. И это самый старый, самый основной бизнес компании IKEA, но не единственный. В свое время, совсем недавно, IKEA решила приложить свои силы к еще одному бизнесу, и это развитие торговых центров. На данный момент торговых центров в мире свыше 60, из них 14 в России. Это как раз торговые центры Мега. Все они называются по-разному в любой точке мира, и ни один из них не называется IKEA, поэтому очень часто не ассоциируются с этим брендом, но тем не менее это они. Если говорить про Россию, то в России у нас представлено 14 Мег в 11 регионах. Три в Москве, две в Санкт-Петербурге, и остальные находятся в городах-миллионниках. Если говорить о первой Меге, которая была открыта, она была открыта в 2002 году в Москве, теплый стан. И сразу хочу сказать, что на тот момент о таком бизнесе, как торговый центр, коммерческая недвижимость, вообще немного было в России известно. И IKEA, как международная компания, задала этот тренд. В принципе, мы были практически пионерами, теми, кто впервые стал открывать торговые центры. Сейчас ими никого не удивишь, более того, это одно из излюбленных мест для отдыха. Но на тот момент, в 2002 году, мы действительно были одними из первых. И на данный момент, если говорить о всех площадях всех Мег, это 2 миллиона квадратных метров, вы видите, тысяча квадратных метров, 250 миллионов посетителей посещают нас ежегодно. И с момента открытия 2,7 миллиардов гостей нас посетило. Это огромное количество людей. Развитие. Любой бизнес, сами знаете, если не развивается, если стоит на месте, если считает, что вот мы такие единственные уникальные, за нами большой бренд, это первый шаг к краху. Любой бизнес, каким бы большим он ни был, я уже не говорю про маленький, должен двигаться и должен чувствовать тренды, должен чувствовать время. И самое главное, должен чувствовать своих посетителей, своих главных клиентов. И поэтому в 2013 году, несмотря на всю свою объемность, компания IKEA в России, она управляется IKEA центр Сраши, объявила о том, что мы будем инвестировать 100 миллиардов рублей в развитие торговых центров. Это колоссальная сумма. В первую очередь мы решили инвестировать в те торговые центры, которые уже открыты. Как я уже говорила, их 14. Что мы хотели сделать? Мы хотели полностью обновить торговые центры, мы хотели вывести их на совершенно другой уровень и задать новые стандарты того, каким должен быть в принципе торговый центр. Соответственно, так как MEG было 14, здесь было немаловажным, какая MEG обоснует тот факт, что она должна быть первой в этой обойме обновляющихся и реконструирующихся. Я с гордостью могу сказать, что моя команда была одной из самых убедительных. Сейчас обновление проходит всего в четырех локациях. Это две в Москве, одна в Екатеринбурге и одна в Казани. Причем Екатеринбург первый закончил и обновлять саму MEG, и плюс еще подключил к этому обновление проект-проекте большого фудкорта. Если говорить про MEG и Екатеринбург, что из себя представляет этот торговый центр? Даже если вы в нем не были, наверняка мы о нем слышали. Я могу подробнее рассказать про все детали ведения проектов. Сразу хочу сказать, можете приходить, с удовольствием вас примем, потому что у нас очень много деталей и секретов, которые мы знали в результате таких масштабных проектов. Во-первых, торговый центр был открыт в Екатеринбурге в 2006 году. Если говорить про посещаемость, это самый главный показатель любого торгового центра в день. Нас посещают примерно 45 тысяч человек. Если вы прибавите арендаторов и их персонал, это еще где-то 4 тысячи человек. Если добавим подрядчиков, несколько сотен, сами можете представить, какое количество людей каждый день бывает на объекте. Если говорить о пиковых днях, то пиковые дни к нам приходят, это наш рекорд, до 90 тысяч человек. Это колоссальная ответственность, конечно, для любого торгового центра, но мы рады, это главный показатель, это посещаемость. Если говорить о том, сколько людей к нам приходит в год, то наш рекорд был 17 миллионов 800. Что говорит о том, что каждый месяц к нам приходит 1 миллион 400, 1 миллион 600 гостей, практически весь Екатеринбург и даже больше. А теперь о главном. Почему же мы решили полностью обновляться? Некоторое время назад компания IKEA, которая внимательно наблюдает за тем, что происходит на рынке и не только в России, пришла к выводу о том, я считаю совершенно верному, что быть просто торговым центром, сухим, функциональным, который предлагает все под одной крышей, где ты можешь совершить все возможные покупки, уже неинтересно. Таких торговых центров, пруд, пруде, вы можете оценить даже конкуренцию в рамках Екатеринбурга. Здесь огромное количество их. Мы решили подключить эмоциональную часть и выйти на новый для себя уровень. Мы из наших МИЭК сейчас делаем так называемые пространства для встреч, по-английски meeting places. И это то место, которое помимо функциональных вещей может предложить все, что твоей душе угодно. Ты можешь поучаствовать в мастер-классе, ты можешь послушать концерт любимой группы, ты можешь получить новый гастрономический опыт, отдохнуть, расслабиться, не только забежать за покупками и убежать. То есть это место, считайте, что это дом культуры, я его называю, нового уровня. Это, если говорить простым русским языком, тусовочное место. Первый проект, о котором я хочу вам сказать, это обновление фудкорта. Сейчас наш фудкорт выглядит вот так. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Кто еще не видел, приходите с удовольствием, расскажем, как мы его строили. В чем особенность наших проектов? Перестраивать может каждый. Но самое главное в процессе перестройки делать что? Думать о своих посетителях. У нас в любом торговом центре есть два вида клиентов. Внутренние – это арендаторы. И внешние – это наши гости. Соответственно, при проведении таких масштабных мероприятий, как обновление торгового центра, заметьте, работающего, аналогов таких проектов я немного знаю даже в мире, если они вообще существуют. Потому что если торговый центр обновляется, он, как правило, закрывается. Хотя бы частично. Наш не закрывался ни на секунду. Так вот, наша задача – не просто перестраивать. Это может любой. Чтобы дым коромыслом, пыль и так далее. И все были недовольны. Наша задача была сделать это максимально коммерчески, максимально эффективно и с минимальным вмешательством в жизнь торгового центра. Почему мы начали с фудкорта? На самом деле мы одновременно начали и обновление фудкорта, которое считается всегда центром любого торгового центра, не только Меги. И одновременно начали реконструкцию торгового центра. Причем меняли все – от пола до потолка. Наша задача была, скажем так, опередить по концепту все то, что есть на рынке, задать новые стандарты международные. Мы ими гордимся, мы международная компания. И предоставить Екатеринбуржцам еще одно место для отдыха и встреч. В итоге мы открыли… Бывший фудкорт теперь имеет свой бренд. Он называется «Вкусный бульвар». И на мой взгляд он не имеет ничего общего. Вот кто был в Меге, можете даже по картинкам оценить, если еще не видели в реальности. Он не имеет ничего общего с тем, что мы имели раньше. Мы постарались, чтобы у наших посетителей был выбор. Мы вложились в дизайн. Мы по-настоящему вложились в атмосферу. Для нас было очень важно. Мы очень гордимся тем, что мы находимся на Урале. Я намеренно надела майку «Урал». Хотя я не с Урала, заметьте. Просто люблю этот регион очень сильно. Мы гордимся тем, что у нас огромное количество классных операторов. Если говорить про сегмент food and beverage, про еду, то они у нас существуют. И поэтому наша задача была открыть не только хорошо известные всем сети, международные, российские. Мы хотели открыть еще и несколько наших операторов. И таким образом у нас появились Дона Оливия, Энгельс, Уральские пелемени, Поль Бейкери. То есть хорошо известные всем екатеринбуржцам операторы. Мы постарались понять, кто же наша аудитория. Это вообще очень важно в любом бизнесе. Относиться к своим гостям не просто как к безликой аудитории, а как к определенным сегментам посетителей, которые живут совершенно, возможно, разными жизнями. Мы подумали о том, и мы знаем это наверняка, потому что у нас огромное количество исследований, причем не обязательно дорогостоящих, для того чтобы выяснить, чем живут ваши посетители, какие их мечты, какие их желания. Достаточно иногда просто выйти и с ними поговорить. Благо их огромное количество проходит через, допустим, через Мегу, через ваши предприятия. Просто спросите. И поэтому мы, когда создавали дизайн и создавали новые пространства торгового центра, мы учли, что у нас есть и семьи с детьми, у нас есть подростки, у нас есть молодые мамы. И, возможно, им не очень комфортно друг с другом бывает, поэтому мы вложились не только в атмосферу, но и в зонирование. Сделали специальные зоны для разных покупательских групп. Я решила, что лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать, поэтому я вам просто покажу несколько фото того, как это сейчас выглядит. Так выглядит зона фастфуда. Хочу заметить, что если раньше наш фудкорт предлагал в основном фастфуд, и это было, наверное, на мой взгляд, неверно, потому что многие посетители хотят просто отдохнуть от того шума, который есть в любом торговом центре. И не все предпочитают так называемый фастфуд, кто-то хочет полноценно покушать в ресторане. Поэтому мы разделили свой фудкорт на две части. Одна сторона полностью посвящена фастфуду, и там есть все известные бренды, какие только могут быть в последних концепциях. Другую сторону мы отвели под так называемый слоу-фуд или рестораны. Вот это как раз сторона кафе и ресторанов. Посадочная зона. Я говорила, что у нас особое внимание было уделено мебели, освещению и даже тому, как проходит свет сквозь крышу и звук. То есть мы подумали про все. За 10 лет существования МИГИ мы знаем обо всех потенциалах торгового центра. И я считаю немаловажным всегда смотреть в лицо реальности. Это одна из ценностей компании IKEA, которая держит ее на плаву вот уже сколько лет. То есть можно сколько угодно говорить, что мы самые лучшие, мы самые крутые, но если посмотреть в лицо реальности, всегда можно увидеть потенциалы. Вот так выглядят посадочные зоны. Мебель абсолютно разная, дизайнерская. То есть по-настоящему красивая и удобная. То самое зонирование. Я уже говорила, что мы знаем своих посетителей и разбиваем их на сегменты. Мы понимаем, кто это, чем они живут, о чем мечтают. Но как ни крути, самая главная наша покупательская аудитория – это семьи с детьми. И мы постарались про детишек подумать. В первую очередь на фудкорте новом. Во-первых, в каждом ресторане у нас появилось детское меню. Это стоило нам определенных усилий, но тем не менее арендаторы нас поддержали. У нас везде появились детские площадки. Во всех ресторанах. Плюс мы построили две интерактивные детские площадки, которые не имеют аналогов в Екатеринбурге и вообще, я подозреваю, возможно, даже в России. Мы их специально заказывали под себя. Там есть и традиционные виды игры, всем привычные, лазалки, и диджитал вещи. Потому что, знаете, детки у нас сейчас уже рождаются с планшетами в руках. Это что касается фудкорта. Красиво? Приходите оценить. Расскажу еще больше. Тут, видите, по времени ограничено. Проект коммерческого обновления. Вот проект коммерческого обновления – это как раз обновление самой Меги. И здесь работа шла днем и ночью. В основном ночью, чтобы не мешать посетителям. Но все равно такие проекты большие ты не можешь скрыть. То есть, представляете, при таком трафике каждый день проводить шумные, пожароопасные и прочие пыльные работы – это стоит определенных усилий. Но мы все это сделали, чем я очень горжусь. И фудкорт, и обновление Меги мы закончили в начале декабря прошлого года. У нас было 4 дня празднования. Торжественно мы прогремели на весь город и наконец рассказали об этих проектах, которые втихую ввели. И после этого сразу приступили к следующим. Потому что, если мы хотим развиваться, то останавливаться, пусть даже на очень классных достижениях, не стоит. Мы обновили фасад. Как вы знаете, компания IKEA родом из Швеции. И когда мы писали бриф дизайнерам, архитекторам на то, что мы хотим видеть в своем торговом центре, мы хотели, чтобы наша Мега не была похожа ни на какую другую. И да, мы всегда подчеркиваем, что мы шведский торговый центр. Это отражено в нашем дизайне. В любом случае, и в новом, и в старом было. Скандинавский дизайн чем характеризуется? Простотой, большим количеством использования натуральных материалов, зеленью. То есть мы все это сохранили. Но при этом мы хотели подчеркнуть свою уральскую идентичность. Что я здесь имею в виду? Даже фасад у нас выполнен в виде уральских гор. Ну, по крайней мере, такова была наша задумка. Фасад у нас подсвечивается. Фасад у нас играет разными мелодиями, чего не было раньше. И ночью выглядит просто потрясающе. Это, на мой взгляд, произведение искусства. Вот как он выглядит ночью. Можно поставить любой режим. У кого пульт, тот и решает. Мы полностью обновили все входные группы. И внутри, и снаружи. Это вид внутри. Мы большое внимание уделяем сезонности. И вот здесь вы видите, как вы украшали Мегу на Новый год. Обдавили галереи. Зоны отдыха поставили новые. Причем с учетом разных покупательских групп. Какие-то зоны отдыха у нас для семьи с детьми, какие-то для подростков и так далее. Даже для мужчин учли. И мужчинам больше всего неинтересно в торговых центрах, поэтому попытались их развлечь. Мы полностью заменили все рекламные носители. Мы ушли от архаичных баннеров, которые для меня это каменный век. Вот то, что надо мной, пожалуй, это очень прогрессивно. Мы тоже не хотели отставать от прогресса. И все абсолютно носители, как внутренние, так и внешние, поменяли на диджитал носители. И вот те самые планы на будущее. Надеюсь, меня никто не побьет, раз уж я о них говорю. Ну ладно, никому не рассказывайте. Чего мы хотим? Мы не хотим останавливаться на достигнутом. И сейчас, в данный момент, мы проводим два огромных проекта. Это мегапарк, настоящий полноценный парк. В любом городе мы это прекрасно понимаем. Недостаточно зелени, каким бы зеленым он ни был. И, насколько я знаю, другие города-миллионники, я много где работала, много где ездила, парков везде не хватает. Мы решили построить свой полноценный парк прямо перед мегой, перед фасадом меги с улицы Металлургов. И это случится вообще прямо скоро-скоро. Журналисты меня пытаются выяснить, когда, когда, но прямо скоро. Кто-то уже знает, но возможно, не буду подтверждать. Площадь парка довольно велика, 10500 квадратных метров. Инвестиции тоже немаленькие, как вы видите, 350 миллионов рублей. Их тоже надо было моей команде обосновать, поставить нас в приоритет. Среди других мег. А вот то, как это будет выглядеть. Это главный бульбар перед главным входом, где у нас будут располагаться летние кафе наших ресторанов, спортивные зоны, куда без них, бесплатные, заметьте. Детские площадки обязательно. И вот как будет выглядеть парк зимой. Мы сейчас как раз думаем о том, чтобы парк был круглогодичным. Лето у нас недолго, тепло недолго сохраняется. Мы постараемся сделать его круглогодично интересным. И еще один проект, который сейчас идет. Вы даже видите, как это сейчас выглядит. Вот вообще святая святых пуская. Обычно мы не показываем вообще, как мы там работы производим. Все всегда чисто. Посетители ничего не понимают. То есть все закрыто по максимуму. Мы единственная мега в мире. Это глобальный проект, который завоевала право объединиться с магазином IKEA. Это уникальный проект. Он был объявлен на уровне глобальной IKEA. Все могли участвовать, все торговые центры IKEA и мега. Но почему-то победили мы. Наверное, были очень убедительны. В чем его идея? Проект ведется уже сейчас. Мы должны его очень быстро закончить, как и парк в течение года. Какого не скажу. Этот проект в течение этого года. Так вот, в чем идея? Я работала в свое время и в магазине IKEA 7 лет. И, соответственно, сейчас работаю в другом бизнесе тоже бренда IKEA. И поэтому я помню по старой своей работе, что фасад IKEA неприкосновенен. То есть вот к синему фасаду нельзя подходить и даже дырочку там просверлить. И представляете, у меня с тех времен незакрытый гештальт. Я вообще считала, что это синяя стена, но она выглядит устрашивающе. Она создает искусственное препятствие между мегой и ключевым арендатором IKEA. А тут нам разрешили в рамках этого проекта ее просто-напросто убрать. Мы ее сейчас в ближайшее время уберем. Добавим дополнительные входы в магазин IKEA для того, чтобы тем людям, которые не хотят проводить, вы знаете, минимум час надо провести в IKEA, чтобы хотя бы быстро пробежаться и дойти до кассы. Мы поставим альтернативные кассы, будут дополнительные выходы, будет экспресс-кассы, будет касса самообслуживания. Магазин вместе с новым абсолютно рестораном, которого вообще нет в принципе нигде среди IKEA, выдвинется частично прямо в галерею Меги. Бестро, всем известно, переедет напротив магазина и будет уже, по сути дела, не Бестро, а будет кафе полноценное со своей пекарней, со своим фреш-баром и так далее. Это тоже будет только в Екатеринбурге. То есть много чего в этом проекте еще осуществится и случится такого революционного. Мы гордимся тем, что Екатеринбург был выбран как тест глобальный, потому что если этот тест состоится и будет призван успешным, в чем я ни секунды не сомневаюсь, эти решения будут распространены и на другие торговые центры IKEA. Вот как это сейчас выглядит. Вот как это будет выглядеть. Пока видите только картинки, но недолго осталось. Про сервисную зону хочу отдельно сказать. Мы всегда мониторим мнение наших посетителей о торговом центре разными способами и они нам постоянно говорят, ну не хватает у вас то того сервиса, то этого. Кому-то хочется брови пощипать, кому-то хочется своего питомца постричь, кому-то хочется паспорт получить, как в МФЦ. И мы задумали, коль скоро мы уж ломаем все, что только можно сломать, почему нам не построить сервисную зону отдельную и поместить туда тех сервисных арендаторов, которые решат где-то 400 проблем наших посетителей по сервисам. Этим мы тоже сейчас занимаемся. И я надеюсь, к концу года у нас такая сервисная зона появится. И еще один проект, это последнее, о чем я хотела сказать, тоже не имеющий аналогов, либо немного аналогов имеющие в мире. По крайней мере, я слышала только об иностранных примерах. Это шопинг налегке. В чем его суть? Не важно, где ты, не важно в каком масштабе это было осуществлено, но ты можешь оставить свои покупки, где тебе удобно. Омега позаботится о том, чтобы их доставить. Мы также конкретно в Екатеринбурге и только в Екатеринбурге хотим сделать так называемый drive-thru сервис. Это сервис, если вы хоть раз были в Макдональдсе, на машине заезжали, то это обозначает, что вы можете все заказать, а когда нагуляетесь, вам на выезде все это погрузят и выдадут. Вот мы хотим не просто шопинг налегке запустить, где ты можешь распрощаться с покупками, как только ты закончишь их, но и сделать так, чтобы тебе это все погрузили. Ну вот, спасибо за внимание. Вопросы, я так поняла, не сейчас? Не сейчас. Чуть позже. Чуть позже меня не будет. Как, вы не останетесь общаться с коллегами? Я, к сожалению, не могу, но я всегда на Металлургов 87, друзья. Кому нужен мой телефон, могу дать приватно. Могу со сцены, мне нечего скрывать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.